30-40 лет назад наши школьники сдавали выпускные экзамены в школе и вступить на ВУЗ. После распада СССР эта система спустя некоторое время была заменена на тестовую. И каждая страна самостоятельно разрабатывала структуру этих тестов, взяв за образец западную модель. В этом видео поговорим об украинском ЗНО и сделаем небольшой спринт-анализ с ЕГЭ. Два основных предмета, один из которых это математика, являются обязательными для всех выпускников. Остальные предметы по выбору самих учащихся. Результаты ЗНО играют ключевую роль при поступлении в ВУЗ. К слову сказать, все попытки найти в открытых источниках демо-вариант 2020 года оказались безуспешными. Есть вариант 2019 года, есть даже вариант 2021 года, но 2020 год найти днем с огнем не получается. Поэтому рассмотрим вариант реального ЗНО 2019 года. Вот так выглядит оригинал теста ЗНО. В 2019 году он состоял из 33 заданий, на выполнение которых дается 3 часа. Максимальное количество первичных баллов за все правильно решенные задания 62. А сейчас посмотрим переведенный мной вариант. Задания делятся на 4 типа. 20 заданий с выбором одного правильного ответа. За правильный ответ дается 1 балл. 4 задания на определение соответствия. За каждую правильно подобранную пару дается 1 балл. Максимальное количество баллов за всю задачу – 3. 6 заданий открытой формы с коротким ответом. Максимум за задачу – 2 балла. 3 задания открытой формы с развернутым ответом. Эти задачи, аналог задач второй части ЕГЭ, за задание номер 31 и 32 можно получить от 0 до 4 баллов. За задание номер 33 – от 0 до 6 баллов. Итак, мы с вами кратко рассмотрели структуру варианта ЗНО. Главным отличием от варианта ЕГЭ являются задачи с выбором ответа. Таких целых 20, что явно много. Плюс еще 4 задачи, в которых нужно сопоставить утверждения. В ЕГЭ несколько лет назад также была тестовая часть, но подобных заданий было в 2 раза меньше. А потом от них полностью отказались, оставив только задачи части B и C. И при этом часть C была расширена до 7 задач. А это те задания, в которых необходимо провести полное подробное решение. В ЗНО таких заданий всего 3. Кроме этого, на выполнение 33 заданий теста ЗНО дается 3 часа. А на 19 заданий ЕГЭ – почти 4 часа. Можно сделать предварительный вывод, что ЗНО легче, чем ЕГЭ. Давайте проверим это на практике. Задание номер 1 – упростить данное выражение при условии, что B не равно 0. Смотрите, у нас у меня знак делений и скобки стоят. Это значит, что мы должны поделить на все это выражение. А давайте напишем в виде дроби. 0,8, B в 9 числителе, 8, B в кубе в знаменателе. И теперь числовый коэффициент делится на числовой. 0,8 делим на 8, получаем 1 десятую. B в 9 делим на B в 3. Здесь у нас основания одинаковые. Значит, показатели вычитаются. 9 минус 3 – это 6. Получаем B в 6. Находим среди предложенных правильный ответ 1 десятая B в 6. Это ответ под буквой А. Задача номер 2. Окружности с центрами в точках О и О1 касаются внутренним образом. Найдите расстояние О, О1, если радиусы окружности равны 12 сантиметров и 8 сантиметров. Итак, если окружности наши касаются внутренним образом, значит, чтобы найти длину этого отрезчика, нужно из радиуса большей окружности вычесть радиус меньшей окружности. То есть О, О1 – это есть R большой минус R малый. По условию эти радости нам известны. 12 и 8 они равны, а 12 отнимаем 8, получаем 4. Значит, правильный ответ под буквой G. Задача номер 3 – решить уравнули. И здесь самое главное – не торопиться, не раскрывать скобки, а заметить между скобницей знак умножения. Произведение равно 0, если какой-то множитель равен 0. Значит, либо X плюс 1 равняется 0, и тогда X равен минус 1, либо 2X минус 3 равняется 0, и тогда 2X равняется 3, а X, соответственно, равен 3 разить на 2. То есть 1,5. Находим корни минус 1 и 1,5, и вариант под буквой D. Задача номер 4. Если цена паркета P связана с ценой древесины для его изготовления D соотношением P равно 5D плюс 8, то чему равно D? Давайте выразим из этого уравнения переменную D. Для этого все, что не связано с D, перенесем в левую часть, и получим P минус 8 – это 5D, и делим обе части на 5. Это значит, что мы должны написать P минус 8 пятых равняется D. Или что то же самое написать в виде 1,5 умножить на P минус 8. Это и есть наше D. Остается среди всех предложенных ответов найти правильный. Вот он, под буквой V. Задача номер 5. Развертка какого из проявленных многогранников изображена на этом рисунке? Давайте посмотрим, что здесь есть. 1, 2, 3, 4, 5 грани. 5 грани. Значит, в принципе, можно по рисункам посчитать количество грани и выбрать правильно. Но давайте посмотрим. У нас 3 грани имеют форму прямоугольников и 2 треугольника. Смотрим. Подходящая только одна. Это фигура под буквой А. Это у нас получается призма. Задача номер 6. Укажите формулу для вычисления объема V конуса, площадь основания которой равна S, а высота H. Вспоминаем. Формула объема конуса это 1 треть площадь основания умноженной высоты. Но умножить на 1 треть это все равно, что поделить на 3. S, H делим на 3. И среди предложенных формул находим правильный. Вот она, под буквой D. Задача номер 7. На рисунке изображен график функции Y равно F от X, определенные натрезки от 1 до 8. Сколько нулей имеет данная функция на заданном промежутке? Давайте посмотрим. Нулей это значит наш график пересекает ось OX. Вот она, одна единственная точка, в которой есть пересечение. А значит правильный ответ под буквой B. Задача номер 8. Какой из данных чисел является решением неравенства модуль X больше 3? Давайте посмотрим. Здесь можно что сделать? Можно просто все числа поочередно подставить и посмотреть, когда неравенство станет верным. А можно честно решить это неравенство. Если X положительный, то модуль X совпадает с числом. Мы получаем, что X должен быть больше 3. Если же X равен 0, то под знаком модуля стоит 0. Но 0 больше 3 это неверно. А если X отрицательный, то тогда мы соответственно меняем знак на противоположный у числа X, раскрывая знак модуля. И получаем, что минус X больше 3. А это означает, что X меньше минус 3. Находим через числа, которые либо больше 3, либо меньше минус 3. Такое равно одно. Это число минус 8. Оно меньше, чем минус 3. А значит правильный ответ под буквой D. Задача номер 9. Какими из проявленных свойств обладает функция Y равного корня из X? Здесь, конечно, хорошо, если мы умеем строить график этой функции. Давайте его построим. И сразу все свойства увидим. Можем извлекать корни только из неотрицательных чисел и получать только неотрицательные. Вот наш график. А теперь рассмотрим. Принимает только неотрицательные значения? Да, это верно. Убывает на все области определения? Неверно. Она возрастает. Четная. Четности здесь близко нет. Нет симметрии относительно оси OY. Значит, третья неверная. Периодичная. Периодичности здесь также нет. И имеет две точки экстреммы неверно. Вот она, одна точка экстреммы, точка миню. Значит, из всех перечисленных свойств только первая верна, значит, правильный ответ под буквой A. Задача номер 10. Упростить данное выражение. Смотрим. Здесь тригонометрия. В скобках сразу замечаем, что основное тригонометрическое качество ISE квадрат синуса и квадрат косинуса суммы дают единичку. А значит, единичка минус квадрат синуса это квадрат косинуса. Получаем, что это есть косинус квадрат альфа. А что такое тангенс? Тангенс это отношение синуса к косинусу. Соответственно, квадрат англеса – это отношение синус квадрат альфа к косинус квадрат альфа. И на косинус квадрат альфа мы можем сократить. Остается синус квадрат альфа. Все мы с вами упростили, теперь ищем правильный ответ. И этот ответ под буквой G. Задача номер 11. На диаграмме показано распределение работников фирмы по возрасту. Диаграмма у вас на экране. Сколько всего человек работает на этой фирме? Давайте рассмотреть. Итак, у нас с вами 5 столбиков. Считаем их высоту. Первый столбик. Между числами 30 и 40, 5 делений, мы забираем только 3 из них. Значит, надо найти цену деления. 40 минус 30. Это будет 10. Это расстояние между соответствующими числами. И 5 делений. Значит, 10 делено на 5. Получаем, что цена одного деления – это 2. Значит, здесь мы к 30 должны добавить 3 деления. 3 x 2 – это 6. Значит, получаем 36. Смотрим следующий столбик. Он ровно 40 нам дает. Следующий столбик. От 20 мы поднимаемся на 2 деления вверх. Значит, 2 x 2 – это 4. Суммем 24. Дальше. Четвертый столбик. Здесь мы от 10 на 3 деления вверх поднимаемся. Значит, добавляем 3 x 2 – это 6. 16. И последний столбик у нас всего лишь 2 деления. 2 x 2 – это 4. Но теперь нужно аккуратно найти сумму всех этих чисел. Давайте сложим первое и третье. Здесь мы получим 60. 2 последних суммы дают 20. И еще вот эти 40. А теперь 6 x 2 – это 12. 12 десятков. Значит, это 120. А 120 – это вариант ответа под буквой V. Задание номер 12. Сократить дробь. Давайте посмотрим внимательно. Что из числителя? Разность квадратов. Применяем формулу. Поэтому a – b умножить на a плюс b. Что есть в знаменателе? А в знаменателе есть общий множитель a. Выносим его за скобку. Скобка состоится a – b. И на a – b сокращаем. Получаем a плюс b деленное на a. Больше сокращать не на что, поскольку здесь знак сложения в числителе. Находим правильный ответ. Это ответ под буквой a. Задача номер 13. На рисунке изображен параллограмм ABCD. Какое из приведенных утверждений является верным? Итак, у нас с вами три утверждения. Давайте посмотрим. Угол ABC плюс угол BCD дает сумму 180 градусов. Угол ABC – вот он. Угол BCD – вот он. Это два угла, приезжающие к одной и той же стороне параллограммы. Значит, они в сумме действительно дают 180 градусов. Значит, это верное утверждение. Второе утверждение. А, b равно CD. Смотрим. А, b и c, d – это противоположные стороны параллограммы. Конечно же, они равны. Значит, это тоже верное утверждение. А, c перпендикулярно BD. Что такое А, c – это диагональ. BD – это тоже диагональ. Но диагональные параллограммы не перпендикулярны. Значит, это неверное утверждение. Какие верные? Первое, второе. Находим. Первое, второе – это ответ под буквой V. Задача номер четырнадцать. Какому из перейденных промежутков принадлежит число логарифм 1,3 по основанию 2? Давайте посмотрим. Что такое 1,3? Это же 3 в степени минус 1. Давайте преобразуем немножко. 3 в степени минус 1 по основанию 2. А теперь показатель минус 1 вынесем за знак логарифма. Получаем минус 1 умножить на логарифм 3 по основанию 2. Но этот логарифм, к сожалению, не считается. Зато мы с вами знаем, что 3 больше, чем 2, но меньше, чем 4. А значит, логарифм 2 по основанию 2 меньше логарифма 3 по основанию 2. А он, в свою очередь, меньше логарифма 4 по основанию 2. Получаем отсюда, что единичка меньше, чем логарифм 3 по основанию 2. А он, в свою очередь, меньше 2. Но теперь, когда мы поставим знак минус перед ним, мы напишем, что минус 1 больше, чем минус логарифм 3 по основанию 2. а это больше, чем минус 2. Значит, наше число принадлежит промежутку от минус 2 до минус 1. Смотрим, где такой промежуток есть. А вот у нас есть подходящий промежуток от минус 3 до минус 1. Значит, выбираем ответ под буквой b. Задача номер 15. На рисунке изображен график функции y равно f от x, определенный на отрезке от минус 3 до 3. Одна из отмеченных на рисунке точек принадлежит графику функции y равно минус f от x. Укажите эту точку. И на выбор 5 точек. Итак, мы хотим построить график функции y равно минус f от x. Что означает знак минус перед функцией? Это значит, что мы должны отразить симметричную относительно оси ux. Давайте отразим. Вот эта точка так и останется лежать на оси абсцисс. А дальше мы показываем. Ага, пошли вот так. Дальше еще чуть-чуть ниже. И пошли потом наверх. И сюда попали. Через какую точку мы прошли? Через одну единственную. Через точку n. А значит, наш ответ под буквой d. Задача номер 16. Решите систему уравнений. Для найденного решения x0, y0 найдите произведение x0 умножить на y0. Итак, мы с вами ищем значение вот такого выражения. Давайте решим систему. Здесь он с вами как есть в хорошем пути. Метод подстановки. Можно выразить, например, x или y из второго уравнения и подставить в первое. А можно метод сложения. Тогда нужно, чтобы коэффициент был один со знаком плюс, другой со знаком минус. Например, 2y и минус 2y. Разные пути. Но давайте я выражу, скажем, x из второго уравнения. Тогда получается, что это 14 минус y. И подставляем в первое. Тогда получаем 2y равняется 5 умножить на 14 минус y. Так, слева 2y. Справа, раз в крайнем скобке, получаем 5 у 14, 70 и минус еще 5y. Переносим 5y в левую часть. И получаем, что 7y это то же самое, что 70. Делим на 7. Отсюда y равен 10. Но если y равен 10, то тут же подставляем значение для x и получаем, что x равен 14 минус 10, 4. Теперь это как раз и есть наш y нулевой и x нулевой. Ищем их произведение. 4 умножаем на 10, получаем 40. 40 это ответ под буквой B. Значит, его и выбираем. Задача номер 17. Сторона основания правильной четырехугольной пирамиды равна 6 см. Все боковые грани наклонены к плоскости основания под углом 60 градусов. Найдите площадь боковой поверхности данной пирамиды. Итак, у нас с вами правильная четырехугольная пирамида. Значит, площадь ее боковой поверхности это будет 4 раза умножить на площадь одной грани. А грань это равномерный треугольник. Соответственно, нужно посчитать площадь этого треугольника. Давайте изобразим нашу пирамиду четырехугольную. И мы хотим найти площадь одной грани. Но хорошо, как это сделать? Нужно опустить апофему. Давайте ее опустим. Опустили апофему. Она будет перпендикулярной стороне основания. Причем, поскольку у нас с вами пирамида правильно, у нее боковые ребра одинаковые, значит, это не только высота, но еще и медиана. А теперь опускаем в противоположные грани апофему. А потом соединим. Что мы с вами получим? Мы с вами получим как раз нужный нам угол между боковой гранью и плоскостью основания. Вот один, а вот другой. И по условиям они равны по 60 градусов. Тогда давайте треугольничек отдельно нарисуем. 60 и еще 60. Но если два угла в треугольнике по 60 градусов, значит, третий тоже 60. А значит, на самом деле, мы получили правильный треугольник. Но чему равна длина вот этого отрядчика? Она равна длине стороны основания, а стороны основания полосу это 6. Значит, мы получили, что здесь 6, вот здесь 6 и вот здесь тоже 6. То есть, что мы этим сам нашли? Апофему у нас с вами равна 6. Давайте мы теперь давайте обозначим все-таки. Скажем, А, Б, С, С, Д. А здесь, скажем, точка М, то треугольник Б, С, С, в котором апофема С, М придна. Что мы здесь знаем? Мы с вами знаем, что Б, С это 6, а значит, Б, М и М, С по 3. Мы с вами знаем, что С, М это апофема, она равна стороне основания. Значит, она равна 6. Значит, площадь этого треугольника мы легко находим. Площадь этого треугольника. 1, 2, Б, С умножить на С, М. Да, нам даже тот факт, что это медиана, в общем-то, и не понадобилось. Получаем, что это есть 1, 2 умножить на 6, умножить на 6. На 2 сократили. Резать 6, это 18. Значит, площадь одной грани 18. У нас такие грани 4. Пирамиды четырехугольные. Значит, мы получаем 4 умножить на 18. Это 72. Находим среди предложенных ответов 72 квадратных сантиметра. Это ответ под буквой А. Задача номер 18. На рисунке изображены графики функций y равно f от x и y равно g от x. Укажите формулу для вычисления площади с окрашенной фигурой. Итак, смотрим. Вот наша площадь. Она считается при помощи интеграла. Наша задача расставить пределы интегрирования. И эти пределы интегрирования мы всегда берем по оси x. Где у нас в точке причины? Вот одна, а вот вторая. Итак, абсциссы их 2 и 7. Значит, пределы интегрирования от 2 до 7. А дальше что мы интегрируем? Мы интегрируем разность функций. Какая из них находится выше? f от x. Значит, мы отбольше от f от x отнимаем меньшую g от x. И, конечно же, берем это выражение в скобки и значок дифференциал. Все, вот она формула написана. Теперь среди всех предложенных вариантов выбираем правильный. И этот вариант под номером g. Значит, его и отмечаем. Задача номер 19. На чертеже уголового шкафа, вид сверху, изображены прямоугольники abcd и kmef и пятиугольник emuad. Смотрите рисунок. Найдите длину ответства ed. Если ok равно ob равно 0,2 метра, km равно ab 0,5 метра, kf равно 0,3 метра. Выберите один из предложенных ответов, ближайший к точному значению. Давайте покажем, что мы с вами знаем. ok и ob по 1,5 метра. ok 1,2 метра. и ob 1,2 метра. Дальше, km и ab по 0,5. ab и km. Дальше, kf 0,3. Требуется найти ed. Ну, давайте его найдем. Итак, что здесь можно сделать? Во-первых, здесь можно продлить наши прямые, чтобы получить еще вот такие прямоугольники. А самое главное, вот получить вот здесь прямоугольный треугольник. Давайте его назовем zed. И мы ищем гипотенузу этого треугольника. Тогда, хорошо, давайте посмотрим, что мы с вами знаем. Если km это 0,5, то получается, что om это 1,2 минус 0,5. 0,7. Дальше, мы с вами знаем ab, а значит, oa это есть ab. То есть, 1,2 минус ab. 0,5. 0,7. То есть, мы получаем, что, если бы здесь мы мысленно достроили, скажем, точку x по цели, то oaxm это просто квадрат. В нем стороны смежные по 0,7. Дальше, kf 0,3. Значит, me тоже 0,3. Значит, будет какая-то точка, пускай быть, rz тоже 0,3. Тогда мы получаем здесь 0,5, здесь 0,3. И, соответственно, можно просто от 0,7 отнять еще 0,3. Тогда zd это 0,7 минус 0,3. 0,4. Один катет 0,4. И в силу симметрии второй тоже 0,4. А дальше просто теория Пифагора. ed в квадрате. То есть, квадрат гипотенюзе равен сумме квадратов катет. zd в квадрате плюс ze в квадрате. То есть, 0,4 в квадрате плюс 0,4 в квадрате. А это два раза по 0,4 в квадрате. И вот теперь излечем корень. И получим. ed равно корень из двух умножить на 0,4. У нас попросили найти приблизительное значение. Корень из двух приблизительно равен 1,4. Значит, нам нужно умножить 1,4 на 0,4. Давайте в столбик посчитаем. Так, 6,1 запомнили. 4,1,5. И, соответственно, две цифры после запятой. 0,56. Это приблизительный ответ. А теперь находим самый близкий к этому. Ну, это, конечно, 0,55. А, значит, выбираем ответ под буквой B. Задача номер 20. Какому из приеденных промежутков принадлежит корень уравнения? Вот перед нами уравнение. Показательное. Замечаем. 2 степени х. А здесь 2 степени х плюс 3. Вот эта троечка нам мешает. Давайте сразу от нее избавимся. 2 степени х умножить на 2 степени 3. Минус 3 умножить на 2 степени х. Это 10 корней из двух. А теперь замечаем. 2 степени х в общей множестве. Выносим за скобку. Что в скобках? 2 в третьей степени это 8. Ну, а здесь просто 3. Получаем 10 корней из двух. А дальше 2 степени х умножаем на 5. Получаем 10 корней из двух. Делим на 5 И 2 в степени х это 2 корня из 2 Здесь наша задача представить Это число в виде 2 в какой-то степени Давайте так и посмотрим 2 это 2 в первой степени А корень из 2 это 2 в степени 1 втарая То есть получаем, что 2 в степени х Это 2 в степени 1,1 втарая Или что то же самое 3 втарая Все, у нас с вами получается Райница двух показательных функций С одинаковым основанием Значит показательных равных Х равен 3 втарая Ну или что то же самое 1,1 втарая Находим промежуток, в котором принадлежит данный число Оно больше единички, но меньше 2 Соответственно промежутку g оно и принадлежит Задача номер 21 Каждому началу предложения Представлены цифрами Подберите подходящее окончание Представлены буквами Так, чтобы получилось верное утверждение Ну давайте смотреть Итак, у нас с вами начало утверждения График функции какой-то А конец утверждения не пересекает То есть y симметрично относительно Начало координат и так далее Поэтому, чтобы грамотно ответить на все эти вопросы Нужно сначала все эти графики построить Давайте возьмем систему координат x, y И что у нас с вами первое? Y равно 1 Это же просто функция постоянная Вот она Сразу можно про нее говорить много хорошего Принимать только положительные значения И так далее, и так далее Но движемся дальше Y равно косинус x Это у нас с вами синусоида Смещенный на π пополам Да, давайте я Нарисую И так далее И в ту структуру Так, дальше 4 минус x ворот Это у нас с вами парабола Вершина где находится? В точке x равно 0, y равно 4 И ветви ее направлены вниз Схематично вот так ее покажу И последняя функция Это логарифм Логарифм с основанием 3 При x равно 1 Y будет равен 0 И соответственно Функция монотонно возрастающая Замечательно А теперь глядя на все эти картинки Можно делать выводы Итак, график функции Y равно 1 Не пересекает ось Y Пересекает Симметрично относительно Начало координат Неверно Имеет бесконечно Много общих точек с осью x Неверно Вообще ни одной не имеет Не имеет общих точек с осью x О, вот это нам подходит Так, соответственно 1 это g Давайте пометим Дальше График функции косинус x Это у нас с вами синусоида Не пересекает ось Y Пересекает Вот эта точка есть Симметрично относительно Начало координат Неверно Имеет бесконечно Много общих точек с осью x Вот это нам подходит Имеет бесконечно много общих точек График функции y на 4 минус x в квадрат Не пересекает, то есть y Опять же, неверно, вот он пересекает Симметрично относится к началу квадрата Неверно, в веге мы забрали Проход через точку с квадратами 1, 3 Давайте поставим единичку и посмотрим, что будет равен y y будет равен 4 минус 1 в квадрате 4 минус 1 это 3 Да, все верно, значит d Это подходящее окончание фразы И последнее График функции y на логарифм x в квадрате Не пересекает, то есть y Верно и симметрично, неверно Значит мы подбираем букву а Итак, соответствие установлено 1g, 2v, 3d, 4a Задача 22 Установите соответствие Между утверждением продроби И данными дробями Так, чтобы получились верные утверждения Итак, у нас с вами 4 утверждения продроби И 5 разных дробей Давайте смотреть Правильная дробь, это та, у которой числитель Меньше знаменателя Смотрим Больше, меньше, больше, больше, больше Значит единственная подходящая дробь Это b Значит 1 это b Дальше, дробь принадлежит промежутку От единицы до 1,5 Ну, значит нужно просто аккуратно посчитать Давайте выделим целую часть 2,16 Точно нет Здесь 2,3 Точно нет Здесь 1,3 Кандидат И здесь 1,1 Ну, давайте теперь перейдем в десятичные Здесь 1,6 А здесь 1,2 Значит единственный кандидат подходящий Это дробь под буквой d Дальше, дробь равна значение выражения 7 степеней логарифма 1,6 По основанию 7 Ну, здесь мы с вами видим определение логарифма Это просто число 1,6 А это дробь под буквой g Так, и последний дробь равна сумме чисел Давайте поставим здесь знак плюс И посчитаем Корень кубический из 1,8 Это просто 1,2 Корень квадратный из 25,9 Это будет 5,3 Приводим к общему знаменателю 6 Первую дробь умножаем на 3 Получаем 3,6 Вторую умножаем на 2 Получаем 10,6 И сумме получаем 13,6 Находим такую дробь Это дробь под буквой a Всего тем самым соответствие полностью установлено 1b, 2d, 3g и 4a Задача 23 Прямоугольная трапеция abcd У которой сторона ad параллельна bc И при этом ad больше bc С большей боковой стороной cd равна 10 Описано около окружности радиуса 4 Установите соответствие между величинами И их числовыми значениями Итак, давайте нарисуем прямоугольную трапецию Описанную около окружности Сначала рисуем окружность А дальше начинаем описывать Это значит, что она касается Все стороны касаются этой окружности Хорошо, вот точки касания Давайте покажем Есть Так, ad параллельна bc Значит, это основание При этом ad больше Хорошо А, b, c, d И известно, что большая боковая сторона cd Это 10 И радиус равна 4 Все, собственно, все, что нам нужно Теперь начинаем искать Итак, сторона ab Сторона ab, чему она равна? Смотрим Поскольку у нас есть точка касания То проводим Диаметр И говорим Диаметр Перпендикулярен основанием И поскольку у нас трапеции прямоугольные Значит, ab тоже перпендикулярен основанием А значит, эти два отрезка равны между собой Но диаметр это удвоенный радиус Значит, ab равняется 2r То есть, 8 У нас сразу же выяснили Это вариант b Так, дальше Длина проекции стороны cd На прямую ad Проецируем точку c То есть, опускаем высоту Хорошо Ну, мы с вами выяснили, что ab это 8 Значит, ch это тоже 8 А мы ищем длину отрезка hd Перед нами прямоугольный треугольник c hd В нем hd это проекция стороны cd То, что мы с вами ищем В квадрате Это квадрат гипотеноза cd Минус квадрат катета c h То есть, 10 в квадрате Минус 8 в квадрате Получаем 100 минус 64 Это 36 А значит, hd Корень с 36 Это 6 6 это вариант Соответственно, здесь получаем букву а Дальше Длина стороны ad Да, у нас, мне что нужно найти? Мы с вами уже кусочек hd нашли Нужно еще а h каким-то образом найти Но мы с вами говорим, что h на самом деле равно bc Хорошо, но это же мы тоже не знаем Но что мы еще с вами знаем? Мы с вами знаем, что трапеция описана около кружки А это значит, что сумма противоположных сторон трапеции равна между собой То есть, ab плюс cd Это то же самое, что ad плюс bc Слева нам все известно 8 плюс 10 Справа А что такое ad? Это hd плюс ah То есть, 6 плюс ah Но ah это то же самое, что bc То есть, получается, плюс 2bc Тогда 8 плюс 10, 18 И минус 6, это будет 12 12 равно 2bc А отсюда просто bc это 6 Но если bc это 6 То ah это тоже 6 А получается, что ad это 6 плюс 6 То есть, 12 12 это вариант, у нас с вами помеченный буквой g И теперь 12 средней трапеции Это полусумма оснований То есть, ad плюс bc пополам Аd мы с вами только что нашли Это 12 Но и bc мы с вами тоже нашли Это 6 Поэтому 12 плюс 6 пополам 18 делим надо, получаем 9 А 9 это вариант буква v Итак, соответствие установлено 1 это b, 2 это a, 3 это g, 4 это v Задача 24 На рисунке изображен куб a, b, c, d, a, 1, b, 1, c, 1, d, 1 Установите соответствие между парами прямых И их взаимным расположением Давайте осмотреть Итак, прямые ac и c, c, 1 Где эти прямые? ac это диагональ основания А c, c, 1 Это соответственный диагональ Что можно проехать? Они точно пересекаются в точке c И при этом образуют прямой угол Почему прямой? Да потому что прямая ac лежит в плоскости основания А c, c, 1 это боковое ребро Оно перпендикулярно всей плоскости В том числе и прямая c Значит у нас с вами прямой угол Это утверждение a, v Дальше прямые a, b, 1 Это получается у нас с вами диагональ левой грани И c, d, 1 c, d, 1 А это диагональ правой грани Но невооруженным глядом видно, что эти прямые скрещиваются Скрещиваются это b Дальше прямые ac это диагональ основания И c, d, 1 Только что нарисовано Они пересекаются в точке c Вопрос под каким угол Давайте посмотрим c, d, 1 это диагональ правой грани А c это диагональ основания А если мы с вами еще нарисуем прямую a, d, 1 То получим треугольник a, c, d, 1 А, d, 1 это тоже диагональ передней грани Но это все три диагонали квадратов одинаково Значит эти отрезки равны А значит перед нами правильный треугольник Все углы у него по 60 градусов Значит и прямые ac и c, d, 1 Пересекаются по другому 60 градусов То есть выбираем букву d Дальше прямые a, b, 1 Это диагональ левой грани И c, 1, d c, 1, d Вот эта получается прямая Ну про эти прямые можно сразу сказать, что они параллельны Параллельны это пункт a Соответственно мы установили 1v, 2b, 3d, 4a Задача 25 В таблице преданы тарифы на доставку груза по маршруту n Службы курьерской доставки Любое количество грузов можно объединить в один Масса которого равна сумме масс всех грузов Никаких дополнительных платежей за объединение грузов Кроме указанных в таблице нет И здесь у нас с вами два вопроса Вопрос первый За какую наименьшую сумму денег p в гривнах Можно доставить этой курьерской службе доставки по маршруту n 3 груза Масса которых составляет 31 кг, 36 кг и 40 кг Тогда я запишу 31, 36 и 40 Ну первая у нас с вами попытка отправить их по отдельности Если по отдельности, то масса каждого из них до 50 Значит здесь будет 100, здесь 100 и здесь тоже 100 И сумму получаем 300 Хорошо, вторая попытка собрать их все в один груз 31, 36 и 40 сумме дают на сумме 107 кг 107 кг это отправка 310 на мой раз То есть по отдельности даже выгоднее отправлять И кажется, что ответ 300 есть подходящий Но давайте не будем торопиться А давайте каким-нибудь два объединим теперь В одну посылку, а третий будет в другую посылку Какие два выгодно объединить? Ну поскольку у нас каждый из грузов меньше 50 весят То выгодно самый большой оставить отдельно А два маленьких объединить Тогда они сумме дают 67 67, это мы попадаем в категорию от 51 до 75 Это нам стоит 110 110 и один товар мы отправляем отдельно Это еще 100 Получаем в сумме 210 И это получается самая выгодная отправка То есть величина P равна 210 гривен Второй вопрос Сколько процентов составляет P от общей суммы денег за доставку Этих трех грузов, если каждый из них отправить отдельно? Но если каждый отправить отдельно, мы с вами нашли Эта величина 300 гривен А мы их отправляем за 210 Значит получается, что 300 гривен это 100% Соответственно P, которое равно 210 гривен Это x процент Но перед нами простая пропорция 300 так относится к числу 210 Как 100 относится к x Применяем правило пропорции 300 умножить на x это то же самое, что 100 умножить на 210 И сразу делим на 300 Получаем, что x это 100 умножить на 210 и делим на 300 Сокращаем на 100, получаем 210 деленный на 3 И соответственно получаем, что это 70 Итак, в этой задаче мы отправляем все три груза за 210 гривен И это составляет 70% от стоимости доставки Если мы отправляем каждый груз по отдельности Задача 26 На рисунке изображен ромб ABCD Диагональ которого пересекается в точке O Из точки O на сторону AD опущен перпендикуляр OK Длина которого равна 3 см Площадь треугольника AUD равна 15 см2 Два вопроса Первый. Найдите лидную сторону ромба ABCD Давайте посмотрим Итак, что мы с вами знаем OK это 3 Площадь треугольника AUD это 15 Но поскольку этот треугольник прямоугольный Диагонали ромба пересекаются под прямым углом То здесь есть два пути посчитать эту площадь Полыми произведения катетов Либо 1 вторая гипотенуза умножить на эту высоту Давайте пойдем вторым путем Площадь треугольника AUD Это есть 1 вторая OK умножить на AD И здесь мы с вами почти все знаем Правильно, знаем площадь 15 Мы с вами знаем OK это 3 А значит AD легко находится А AD это как раз есть сторона ромба Так, ну давайте заметим, что можно сделать На 2 домножить, чтобы не было дробей 30 равно 3 умножить на AD А отсюда AD будет 30 разделить на 3 10 То есть мы с вами ответили на первый вопрос Сторона ромба равна 10 Хорошо, второй вопрос Найдите тангус острого угла ромба ABCD По рисунку видно, что острый угол это или угол А, или угол С Давайте выберем угол А Вот наш угол А Так, что мы можем сделать? Мы можем найти его в треугольнике ABD Что нам для этого нужно знать? Косинус и синус Поскольку тангус это отношение синуса к косинусу А можем сказать следующее Ну это у нас с вами АЦ делена является бисектрисой угла А А значит можно найти, скажем, тангус угла АОД Из треугольника АОД, он прямоугольный А потом, соответственно, найти тангус 2 угла То есть два пути, выбираем любой, какой хотим Но здесь мы уже с вами должны что-то знать То есть нам в любом случае ОД пригодится Почему? Если мы хотим работать в треугольнике АОД Это сторона, то есть катет Мы знаем гипотенузу, значит вторую сторону найдем Там и тангус найдется Либо, зная ОД, мы найдем БД И тогда мы в треугольнике АБД будем знать все стороны То есть без АБ, без ОД никак не обойтись Давайте обозначим за Х А, соответственно, АО будет Y Тогда мы с вами выясним, что площадь треугольника АОД Может быть посчитана таким образом А может быть посчитана как половина произведения катетов АО и ОД То есть одна вторая XY И что у нас с вами еще есть? Теорема Пифагора Сумма квадратов катетов АО в квадрате плюс ОД в квадрате Равно квадрат гипотенуза То есть АД в квадрате Ну вот мы с вами получаем таким образом систему из двухравнений Давайте я ее выпишу Так, это у нас с вами площадь Значит 15 равняется половине произведения X и Y И, соответственно, Y квадрат плюс X квадрат Это АД в квадрате То есть 10 квадрате, то есть 100 Что нам нужно? Нам, в первую очередь, нужен X ОД Значит, от Y надо избавиться Давайте избавимся от Y Выразим его из первого уравнения Это будет 30 разделить на X И подставим, соответственно, во второе Получаем 900 делен на X квадрат Плюс X квадрат это 100 Домножаем на X квадрат И получаем 900 плюс X четвертый Равняется 100 X квадрат Ну, получилось у нас с вами биквадратное уравнение Не то, чтобы это сложно Давайте решим Итак, давайте я сюда перейду Получаем X четвертый минус 100 X квадрат Плюс 900 Равняется 0 Вот числевая дискриминант Минус 100 в квадрате Минус 4 на 1 и на 900 Получаю 10 000 Минус 3600 А это 6400 А это, соответственно, 80 в квадрате Так, что мы видим? X у нас меньше Y Значит, X должен быть не очень большой Тогда у нас у меня, во-первых, X квадрат Чем будет равен? Он будет равен 100 плюс минус 80 Пополам То есть, 50 плюс минус 40 Соответственно, первый случай X квадрат равен 90 Тогда отсюда получаем, что X первый Это есть корень из 90 То есть, 3 корня из 10 Второй случай X квадрат равен 50 минус 40 10 Значит, X второй Это просто корень из 10 Тогда давайте вычислим Y первый 30 делим на X Получаем, что это 30 Делено на 3 корня из 10 На 3 сократили Осталось 10 делено на корень из 10 Это просто корень из 10 Но здесь мы получаем, что X больше Y Нас это не устраивает Значит, второй случай Y2 Это будет 30 делено на корень из 10 Вот мы здесь корень из 10 получили Значит, делили на 3 корня из 10 Значит, Y это 3 корня из 10 Все, вот это значение для нас уже подходящее Этот X нас устроит Ну и, соответственно, теперь у нас с вами два пути Выбираем любой, какой нравится Либо находим тангенс угла ОАД Потом тангенс до нового Либо, зная X, а это ОД Легко находим БД И в треугольнике ОБД мы с вами знаем все стороны И потеряем косинус, находим косинус, а потом, соответственно, синус Давайте я пойду через тангенс Итак, тангенс Давайте этот угол Альфа обозначим Тангенс Альфа это есть отношение ОД к АО А это то же самое, что X к Y А это мы с вами выяснили корень из 10 делен на 3 корня из 10 То есть 1 треть Теперь тангенс двойного угла Тангенс двойного угла это есть удвоенный тангенс Альфа делен на 1 минус тангенс квадрат Альфа Подставляем и считаем 2 умножить на 1 треть И делим на 1 минус 1 треть квадрат В числителе получаем 2 третих А в знаменателе 1 треть в квадрате это 1 девятая 1 минус 1 девятая это 8 девятых И у нас с вами получилась четырехэтажная дробь Нас это не должно пугать Это то же самое, что 2 третьих умножить на 9 восьмерых Сокращаем на 2 в знаменателе осталось 4 Сокращаем на 3 в числителе осталось 3 Получили 3 четвертых Все, это как раз и есть то, что мы с вами искали Тангенс нашего угла 2 Альфа Нашелся, 3 четвертых Итак, подводим итог Сторона ромба равна 10 Тангенс острого угла равен 3 четвертых Задача 27 При каком отрицательном значении х Значение выражения х квадрат минус 4 3 минус 5х и 2 минус 3х Будут последовательными членами альфметикской прогрессии Итак, у нас три выражения Х квадрат минус 4 Далее 3 минус 5х И 2 минус 3х И это три последовательных члена альфметикской прогрессии Это что означает? Это означает, что среднее является средним альфметическим двух крайних То есть 3 минус 5х равняется х квадрат минус 4 плюс 2 минус 3х пополам Все уравнение мы составили Это уравнение квадратное, у него возможно два корня, нам нужен отрицательный Домножаем на 2, чтобы не было дробей Получаем 6 минус 10х равняется х квадрат Минус 4 плюс 2 это минус 2 и еще минус 3х И собираем все в одной части Х квадрат, здесь у нас минус 3х и еще плюс 10х, это будет плюс 7х Минус 2 и еще минус 6, это будет минус 8 Вычисляем дискриминант Это будет 7 в квадрате минус 4 на 1 и на минус 8 49 и здесь будет 32, это 81 Первый корень минус 7 плюс 9 пополам, это будет 2 пополам, 1 И второй корень минус 7 и минус 9 пополам, минус 16 пополам и минус 8 Нас просили выбрать отрицательный корень, значит мы говорим, что правильный ответ минус 8 Задача 28 Маршрутный автобус, двигаясь с постоянной скоростью, преодолел расстояние от пункта А до пункта В за 5 часов А на обратный путь потратил на 30 минут меньше Найдите скорость в километрах в час автобуса на пути из А в Б, если она на 8 км в час меньше, чем скорость на пути из Б в А Считайте, что длина пути из А в Б такая же, как длина пути из Б в А Итак, давайте заполним табличку скорость, время и расстояние И что мы с вами знаем? Мы с вами знаем, что из А в Б, давайте так Из А в Б путь занял 5 часов А из Б в А на 30 минут меньше, значит на полчаса меньше, значит на 4,5 часа С какой скоростью он ехал? Неизвестно Давайте обозначим скорость, с которой он двигался из А в Б за Х Тогда, поскольку она была на 8 км в час меньше, чем скорость из Б в А Значит, из Б в А он двигался со скоростью Х плюс 8 Но теперь, зная скорость и время, легко вычисляется расстояние В первом случае это 5х, а во втором 4,5 умножить на Х плюс 8 По условию эти два расстояния равны между собой А значит, мы их приравняем Получим уравнение И самое главное Нас попросили найти скорость на пути из А в Б Значит, мы ищем вот это Величину Х Все, значит, только осталось решить аккуратную уравнение 5х равняется 4,5х Здесь 4х8 32 и половинка от 8 это 30 Это еще 4, получаем 36 Переносим Х в левую часть 5 минус 4,5 это 0,5 Равняется 36 И домножаем на 2, чтобы избавиться от коэффициента 0,50 Тогда Х это 36 на 2, 72 Как раз Х нам и надо было найти Значит, ответ 72 км в час Задача 29 В финал песенного конкурса вышли 4 солиста и 3 группы Порядка номера выступлений финалистов определяется жеребием Сколько всего вариантов последовательности выступлений финалистов Если сначала выступают группы, а после них солисты Считайте, что каждый финалист выступает ровно один раз Итак, сначала выступают группы, их 3 А затем солисты, их 4 Но давайте смотреть Пускай у нас было 3 группы, скажем, А, Б, С Сколько вариантов для выступления группы номер 1? 3, это либо А, либо Б, либо С А затем после этого выступает одна из двух оставшихся Значит, умножаем на 2 А затем выступает последний Значит, умножаем на 1 Можно даже выписать все эти варианты Ну, давайте выпишем ради интереса А, Б, С А, С, Б Б, А, С Б, С, А С, А, Б Все, вот они, все эти варианты Да, действительно, 3, 2 и 1 Перемножили, получили, соответственно, 6 А дальше солисты Ну, идея та же самая Только теперь их четверо Значит, первым из них выступает один из четырех Вторым один из трех Третьим один из двух И четвертым Тот, кто остался Все, вот они все варианты Соответственно, получилось их здесь 4 раза больше 24 выписывать уже не будем Ну, а теперь К каждой последовательности Выступающих групп Есть последовательности Выступающих солистов Значит, мы должны их перемножить Соответственно, получаем ответ 6 умножить на 24 Это 144 различных варианта Задача номер 30 В прямоугольной системе координат На плоскости Х, У Задан прямоугольный треугольник А, С, Б Угол С равен 90 градусов Окружность с центром в точке А Заданное уравнением Х плюс 3 в квадрате Плюс У квадрат минус 4 У Крану 21 Проходит через вершину С Сторона АС параллельна оси У Длина стороны ВС втрое больше длины стороны С Найдите координаты точки В Если она расположена в первой координатной четверти И в ответе запишите сумму ее координат Так, достаточно длинные условия Давайте потихонечку разбираться Есть окружность с центром в точке А И уравнение ее известно Х плюс 3 в квадрате Плюс У квадрат минус 4 У Равняется 21 Что нам здесь нужно увидеть? Нам нужно увидеть центр окружности и ее радиус А для этого нужно выделить полный квадрат относительно У Здесь уже квадрат выделили Тогда мы получаем, что это Х плюс 3 в квадрате Здесь нам чего до полного квадрата не хватает? Четверки У квадрат минус 4 У плюс 4 Соответственно равняется 21 плюс 4 Х плюс 3 в квадрате Плюс У минус 2 в квадрате А здесь 21 плюс 4 Это 25, а это 5 в квадрате То есть мы нашли центр нашей окружности Это точка с координатами минус 3 плюс 2 И радиусом равной 5 Вот давайте ее покажем Система координат Х минус 3 И соответственно У Вот точка А нашлась Теперь дальше читаем У нас с вами сторона АС параллельная оси У Проводим прямую параллельную оси У И поскольку радиус равен 5 То нужно отложить Получается Отрезки длиной 5 Вверх и вниз Ну давайте отложим Отложили И здесь тоже отложили Куда мы попадаем? Ну здесь 2 плюс 5 Это будет точка С координатой 7 А здесь соответственно 2 минус 5 Это точка с координатой минус 3 Да, соответственно пока поставим здесь Возможно точка С1 А здесь точка С2 Мы же не знаем куда дальше идти Дальше Так, длина стороны БС втрое больше Длины стороны АС Но поскольку АС у нас в точке все равно радиусом Да, поскольку А это центр окружности АС лежит на окружности То получается что БС это утройный радиус То есть это 3х5 15 Но куда нам нужно идти? Нам нужно попасть в первую координатную четверть То есть вот сюда А значит из точки С2 Бесполезно идти Мы окажемся в четвертой четверти Если пойдем направо Окажемся в третьей четверти Если пойдем налево Из точки С1 Если пойдем направо Попадем в первую четверть А если налево То останемся во второй Значит нам идти только сюда И проходить Соответственно длину 15 Сейчас у нас с вами абсцисса Минус 3 Значит должна получиться такая абсцисса Что Давайте мы обозначим ХБ Что ХБ минус минус 3 Получится 15 Ну отсюда получаем что ХБ равняется 15 Здесь минус на минус дает плюс Плюс 3 Значит мы это минус 3 Переносим в правую часть И абсцисса точки В Это число 12 А что можно сказать Про повод ордината А ордината такая же Как у точки С1 То есть 7 То есть можно написать 2 плюс 5 Это 7 Все Это мы с вами нашли Координаты В ответе нужно написать их сумму То есть Сумма абсцисса И ордината точки В Соответственно получаем Что это есть 12 Плюс 7 И получаем окончательный ответ Число 19 Задача 31 Заданы функции Ф от Х Равны 2 разит на Х И Ж от Х Равны 5 минус 8 И 4 задания Давайте начнем с того Что мы пишем эти функции Ф от Х Это 2 разит на Х И Ж от Х Это 5 минус 8 Х И первые два задания Очень похожие Постройте график функции Ф от Х И построите График функции Ж от Х Давайте сразу В одной системе Построим графики Этих двух функций Что такое 2 разит на Х Это у нас гипербола Какова область определения Нельзя брать Х равно 0 Значит пишем Д от Ф Это Вся числовая прямая Без точки 0 Ну и просто строим Что нам нужно Мы понимаем В какой четверти Должны оказаться В ветви 1 в первой 1 в третьей Почему-то Потому что если Х положительный То У положительный А если Х отрицательный То У отрицательный И достаточно взять По сути Одну точку По сути Одну точку Например Х равный 1 Тогда получаем Что У равен И все И все И эту ветвь Мы с вами Показываем И симметрично Ей вторую И соответственно Говорим Что Координатной оси Являются Асимптотами Нашей Гипербола Теперь дальше 5-8x Это просто Прямая Достаточно Взять Две Любые Точки Скажем Х Равно Нулю Очень удачно Будет Получим У равный 5 И Х Скажем Равно 1 5-8 Это Будет Минус 3 Вот Это Прямая Пошла Все Вся Работа По Этим Двум Пунктам Выполнена Третий Пункт Найдите Производную Функцию f от x Давайте Посчитаем f от x Это 2 Развитой Давайте Представим В таком виде 2 умножить на x Степень Минус 1 И Посчитаем Производную f От x Числовой Множитель Выходит За знак Производной А дальше Степенная Функция Появляется Множитель Минус 1 А дальше Уменьшаем Степень На 1 Получаем Минус 2 Давайте Представим Это В таком виде Минус 2 В числителе x Квадрат Познатель Все Третий Пункт Тоже Решен Пункт Четвертый Графика Функции f от x Проведены Касательные Параллельные График Функции g от x Найдите Абсциссы Точек Касания Давайте Эти две Касательные Покажем Одна Идет К правой Ветре И Вторая Идет Соответственно К левой Ветре И вот Это Здесь Точки Касания Давайте Их Назовем Скажем Точками m И n Какими Свойствами Точки m И n Обладают Первое Значение Функции В этих Двух Точках Совпадает В этой Точке У двух Функций А какие Здесь Функции Первая Это Гипербола Вторая Касательная И вторая Производная Тоже Совпадает Но Давайте Начнем С того Что Производная Посчитаем Производная Функция f Мы Уже Посчитали А Производная Касательная Поскольку Она Параллельно Прямой g От x То И Производная У них Тоже Совпадает Поскольку У них Совпадает Угловый Коэффициент А чему Райен Угловый Коэффициент Вот Число Минус 8 То есть g От x Рано Минус 8 Мы Ищем Касательную В виде kx М Соответственно h Штрих Раняется g То есть Рано Минус 8 Ну и Перенавним Теперь h Рано h Соответственно Минус 2 Рано На x Квадрат Равняется Чему Минус 8 И Получаем Простое Квадратное Уравнение Здесь Ровно 2 Корня У нас Как раз Две точки Касания Есть Домножаем На x Квадрат Получаем Что Минус 2 Равняется Минус 8 x Квадрат Делим На Минус 8 Получаем 1 А4 Равняется x Квадрат И Извлекаем Корень Отсюда Получаем Что x Рано Плюс Минус 1 2 Ну или Кому Больше Нравится Десятичная Дробь Можно Писать В виде x Равняется Плюс Минус 0 5 Все Выбираем Ответ Либо В таком Виде Либо В таком Виде И соответственно Все 4 пункта В этой задачи Мы с вами Разобрали Задача 32 В нижнем Основании Цилиндра Пройдена Хорда АВ Длина Которая Равна С Малому Эта Хорда Видна Из центра Верхнего Основания Под углом Альфа Через Хорду АВ Пройдена Плоскость Бета Пройдена Оси Цилиндра На расстоянии Д Д не равно Нулю От нее И прежде чем Отвечать на вопросы Давайте сделаем Чертеж Итак есть Цилиндр Давайте начнем С того что Его нарисуем Цилиндр И в нижнем Основании Мы провели Какую-то Хорду АВ АВ Пускай у нас Центры Двух Оснований Это будут Скажем Точки О 1 И О 2 И вот Мы видим Эту хорду АВ Длина Которая Ровна С Малую Из Центра Верхнего Основания Под углом Альфа Что это значит Это значит Что мы Из точки О2 Смотрим В точку А И в точку В И соответственно Получаем Угол Альфа То есть Угол А О 2 В Ра А Что еще Известно Известно Что плоскость Бета Параллельно Оси цилиндра И проходит Через АВ Но поскольку У нас Ось цилиндра Это Прямая О1 О2 Это ось цилиндра То получается Что она Перпендикулярна Плоскости Основания А значит И наша Плоскость Бета Будет Перпендикулярна Плоскости Основания Какого Основания И верхнего И нижнего Соответственно Плоскости Основания Так О1 О2 Перпендикулярна Плоскости Основания И О1 О2 Параллельно АВ Хорошо А значит Мы с вами Должны Получить Хорду Какую-то Новую ЦД В верхнем Основании Которая Параллельна АВ Ну и давайте Рисуем Вот Такая у нас С вами Получилась Плоскость И здесь Давайте Поставим Точки С и Д Так вот Наша Плоскость Бета Это Есть Плоскость АВ С Д Все Чертеж Мы с вами Сделали Теперь Уже Можно Отчать На вопрос Изобразите Сечение Цилиндра Плоскостью Бета И укажите В вид Фактически Сечение Мы с вами Нарисовали Теперь Что это За вид Но поскольку Мы с вами Отметили Что Плоскость Бета Перпендикулярна Плоскости Основания Значит АД И БЦ Перпендикулярны Плоскости Основания Значит Перед нами Прямоугольник АВ СД Прямоугольник Все Это мы С вами Обосновали Второй Вопрос Обоснути Расстояние Д Д Это Что такое Это Расстояние От Плоскости Бета До Оси Цилиндра То есть Фактически Д Малое Это Есть Расстояние От О1 О2 До Плоскости Бета То есть Как это Расстояние Посчитать Давайте Посмотрим Считать Нас Нас Объяснить Как Его Находить Можно Было Вот Наша Точка О2 Вот Наша Хорда СД А что Такое Расстояние Расстояние Это Перпендикулярно Значит Мы Из точки О2 Опускаем Перпендикулярно Хорду СД И получаем Здесь Какую-то Точку К То есть Это Как раз И есть О2 К Но При этом Нам нужно Четко Объяснить Где Точка К Находится Объяснить Это Очень Просто Поскольку Наш Перпендикулярно Перпендикулярно СД То Если Мы Проведем Здесь Два Радиуса То Получим Ранобедренный Треугольник О2 СД И В нем Мы Провели Высоту А значит И медиан То есть Точка К Есть Нечто Иное Как Серединка Хорды СД Все Мы с вами Обосновали Как это Расстояние Находится А теперь Самое сложное Найдите Площадь сечения Чтобы найти Площадь сечения Нам нужно Почитать Площадь Прямоугольника А это значит Что мы Горим Площадь сечения Бета Это например АВ Умножить На АД При этом АВ Мы с вами знаем Это С малая А значит Нужно Каким-то Образом Найти АД АД Это что такое Это получается Высота Цилиндра Или что-то То же самое Образующего Давайте посмотрим Что у нас есть Мы еще угол Альфа Никак не задействовали Тогда давайте Посмотрим Как мы можем До АД Добраться Мы можем С вами Нарисовать Такой треугольник АД Такой треугольник О2 И что В этом треугольнике У нас есть О2Д Это радиус Здесь угол Прямой В силу того Что Образующий Перпендикулярно Плоскость основания Х И здесь Можно найти Этот Х Скажем По теореме косинса Хорошо Допустим Мы его нашли Что тогда А тогда Мы Соответственно Найдем Вот этот Здесь гипотенуза Значит Нужно Как-то Теперь Радиус Нам найти Так Радиус Ага Ну теперь Давай смотрим На этот треугольник О2КД О2КД Что мы Про него знаем Здесь Гипотенуза Радиус Катет О2К Это просто Д малая По условию А ДК Это половина От хорды То есть С пополам А значит Здесь радиус Легко находится Найдя радиус И найдя Х Мы легко Найдем Высоту Ну а все Это как раз То что нам нужно То есть Здесь мы Получаем Просто С умножить на h Все План понятен Находим сначала радиус Здесь Тереми фавора Хорошо работает R квадрат Это Д квадрат Плюс С квадрат На 4 Откуда Радиус Так А он в квадрате Понимается Так что пока Не будем находить Просто сам радиус Это просто Потеря времени Здесь находим Применяем терему Косинус Три стороны И угол Все Значит Здесь С квадрат Это Х квадрат Плюс Х квадрат Минус Удвоенное Произведение сторон На косинус Угла Между ними Нас Интересует Х Хорошо Давайте смотреть С квадрат Это 2х квадрат Минус 2х квадрат Косинус альфа Выносим 2х квадрат За скобку В скобках 1 минус Косинус альфа И нам Нужен просто Х квадрат Тогда это будет С квадрат Зелено на 2 Делено на ничку Минус косинус альфа Это как раз и есть Х квадрат Итак Мы нашли Х квадрат Мы нашли Р квадрат А значит Легко найдем Отсюда Теперь уже По теоремии Пифагора Х квадрат Х квадрат Это есть Х квадрат Минус Р квадрат Х квадрат Вот он у нас Написан С квадрат Делено на 2 Делено на ничку Минус косинус альфа И Р квадрат Вот у нас Минус Д квадрат И минус С квадрат На 4 Так Ну давайте Давайте Приведем К общему знаменателю Или нет Давайте вот эти 2 Соберем А Д квадрат Пока трогать не будем Тогда Мы получаем следующее Что Нам нужно Нам нужно На 2 Тогда получаем 2 С квадрат А здесь Соответственно На вот это выражение 1 минус косинус альфа Минус С квадрат Множить на 1 Минус косинус альфа В числителе Делим на 4 И на 1 Минус косинус альфа И минус Д квадрат Так Здесь А здесь скобки Если раскрыть То можно упростить Давайте посмотрим 2 С квадрат Минус С квадрат Это просто С квадрат Дальше И еще Минус на минус Дает нам плюс Соответственно Плюс С квадрат Косинус альфа И делим на 4 Делим на 1 Минус косинус альфа И минус d квадрат Но здесь Если мы вынесем С квадрат За скобку То получим Что это С квадрат Нужно 1 Плюс косинус альфа А знаете ли 4 Делим на 1 Минус косинус альфа Минус d квадрат И в принципе Вот в таком виде Можно оставить Но можно конечно Заметить Что Вот здесь у нас Формула тригонометрии Хорошая работа А именно Квадрат Катангенса Половинного угла Заметили Хорошо Не заметили Но если оставить В таком виде Я думаю Что все равно ответ засчитают Тогда получим Что это С квадрат на 4 Катангенс квадрат Вальф пополам И соответственно Минус d квадрат Соответственно Мы нашли с вами H квадрат H это корень Из этой величины Но остается Только умножить на С И найти площадь Давайте я напишу Площадь сечения бета Это есть С Умножить на корень Из этой величины С квадрат делено на 4 Катангенс квадрат Альф пополам Минус d квадрат Вот такая хорошая Интересная Задача по стереометрии Задача 33 Задана система неравенств Где х Это переменная А это параметры И здесь Три вопроса Первый Решите первую неравенство Этой системы Давайте решим Тем более что оно От параметра Никак не зависит Здесь сразу работает Мет интервалов И мы находим Ноль числителей Это число минус 1 И ноль Знаменатель Это число 2 Причем Точку минус 1 Мы сразу закрашиваем Неравенство нестрогое А точку 2 Сразу выкалываем Потому что это Ноль знаменателя Ну а дальше Расставляем знаки По схеме Плюс минус плюс И нас интересует То что Больше или равно нуля Значит здесь Сразу готовый ответ Х принадлежит От минус бесконечности До минус единички Включаем минус единицу И промежуток От 2 до бесконечности Точку 2 Не включаем Второй вопрос Определите множество решений Второго неравенства системы В зависимости от значений А То есть предлагают решить Вот это неравенство с параметром Ну давайте посмотрим У нас с вами 1 до 2 Возвольте в очень страшную степень Поработаем с этой степенью Что можно сделать Так 2 синус квадрат Значит у нас есть Удвоенный квадрат синуса Если мы с вами вспомним Формулу косинуса двойного угла То это Косинус квадрат Т Минус синус квадрат Т И это же 1 минус 2 синус квадрат Т Да у нас с вами есть Удвоенный квадрат синуса Соответственно Отсюда выражаем 2 синус квадрат Т Это есть 1 минус косинус 2 Т Соответственно Наш Показатель Это есть Что такое 1 минус косинус Двойного угла То есть Косинус 2 ПА Плюс косинус 2 ПА И плюс Х Но здесь Косинус просто пропадает И остается просто 1 плюс Х И на самом деле Неравенство у нас Очень простое 1 вторая В степени 1 плюс Х Больше А Все Вот такое простое неравенство Никакой трагинации Здесь совсем даже близко нет И что мы говорим Здесь возможно два варианта Если число А Отрицательное Или 0 То это неравенство Просто верно для всех Х Поскольку показательная функция Применяет только положительные значения Значит мы говорим Что первый случай А Меньшего нуля Х Любой Второй случай Когда А Соответственно Больше нуля Тогда нужно просто Прологарифмировать По основанию 1 вторая Но Основание 1 вторая Меньше единички Значит знак неравенства Тут же меняем И получаем Что логарифм 1 второй В степени 1 плюс Х По основанию 1 вторая Будет уже меньше Логарифма А По основанию 1 вторая Но здесь Легко логарифмируется Все Единичка плюс Х Выносится за скобку А что остается Логарифм 1 вторая По основанию 1 вторая Это просто единичка И меньше чего Но здесь давайте Уйдем от основания 1 вторая Пройдем к основанию 2 Получается что это Логарифм А по основанию 2 степени минус 1 То есть получаем Что 1 плюс Х Меньше чем Минус Логарифм А по основанию 2 Ну а отсюда Х Получается меньше чем Минус Логарифм А по основанию 2 И минус 1 В принципе Можно оставить Такую Виде А можно Эту минус Едничку Представить В виде логарифма И соответственно Здесь Найти разность Двух Иди логарифм Или если мы Знак минус Вынесем за скобку Тогда Соответственно Уже сумма Тогда пишем Что Х Меньше чем Минус Логарифм А по основанию 2 И плюс Логарифм 2 По основанию 2 То есть получаем Что Х Меньше чем Минус Логарифм 2 А По основанию 2 Все Нашли Соответственно Мы говорим Ага Если А На самом деле Меньше Нуля То Х Если А Больше нуля То Х Вот такой Ну давайте Запишем Это в виде промежутка То есть Х Принережит От минус Посконечности До минус Логарифма 2 А По основанию 2 Давайте подчеркнем Все Тем самым Мы с вами Разобрались И со вторым Пункт Третий Оприлетие Все решения Системы В зависимости От значений А Ну давайте Осмотреть Итак В зависимости От значений А Значит Мы должны Взять Общее У двух Множеств Первое И соответственно Второе А второе Это на выбор Либо вся числовая Прямая Либо Вот это Множество То есть Этот промежуток Да Давайте Начнем С первого Случа То есть Это Задача у нас Получается Третья Первый Случай Очень простой А Меньше нуля Тогда Решая второе Неравенство Мы получили Что Х Может быть любым Но в первом Случа Х Не любое А только Вот такой Вот значит Здесь мы получаем Пересечение Что Х Принежит От Минус бесконечности До Минус одного Включаем Минус один И объединяем С промежутком От двух До плюс бесконечности Хорошо Дальше А дальше Мы получаем Вот этот промежуток И давайте Посмотрим Где вот эта точка Минус логарифм Духа По СН2 Может оказаться Она может попасть В принципе На этот промежуток Либо оказаться Между точками Либо попасть Вот на этот промежуток То есть Картинок разных Три А соответственно Нам нужно что Нам нужно найти При каких А У нас Вот этот Логарифм Созрака Минус Будет раньше СН1 И при каких А Соответственно Он будет раньше То есть Нужно просто Решить Два простеньких Логарифмических Уравнений Минус Единечка Равняется Минус Логарифму Двуха По основанию Два Так Что это дает На минус Один Домножили Получили Что Логарифм Равен Динечки А значит Два А равно Двум А значит Отсюда Получаем Что А равно Одному Есть одно Ключевое Значение И второе Это Двойка Равняется Минус Логарифм Двуха По основанию Два Так Соответственно На минус Один Домножили Получили Минус Два И Логарифм Равен Минус Двум Значит Два А Равняется Одной Четвертой Значит А равняется Одной Восьмой Соответственно Мы получаем Здесь Несколько Случаев Да Давайте Смотреть Если А становится Большим Например Возьмем Двойку Тогда Здесь будет Четыре Логарифм Четырех По основанию Два Это два Значит Мы здесь Получаем Минус Два Примежуток От минус Бесконечности До минус Одного Значит Мы получаем Следующее Что Если А У нас Теперь Сомнение Какой Больше Единички Больше Единички То тогда Ответом Будет Вот это Множество Х Принжит От Минус Бесконечности До Минус Логарифма Двух А По основанию Два Записали Дальше Мы берем Примежуток От Одной Восьмой До Единички Так А единичку Давайте посмотрим Если мы Единичку Включаем То тогда Мы в точности Получаем Число Минус Один Причем Здесь Скобка Круглая А значит Здесь Можно Подклеить Единичку В этот Случай Так Третий Случай Соответственно А у Нас От Одной Восьмой До Единички Причем Давайте Подумаем Одну Восьмую Можно Включать Или Нет Здесь Мы Точку Выколем А значит Вот эту Точку Два Мы Попадаем Но Ее В ответ Не Включаем Значит Можно Включать Одну Восьмую От Одной Восьмой До Единички Не Включая Единицу Тогда Мы Уже Получаем В точность Вот этот Промежуток То есть Наша Точка Минус Алгарифм Она Будет Бродить По Этому Промежутку И Дойдет До Точки Два Которую В ответ Все равно Включать Нельзя Тогда Мы Получаем Что Х Принежит От Минус Бесконечности До Минус Одного Включая Ту Минус Единицу И Соответственно Четвертый Случай Что У нас Осталось От Нуля Ноль Здесь Мы Уже Рассмотрели До Одной Восьмой И Одну Восьмую Мы Тоже Рассмотрели Значит Это У нас Будет Интервал От Нуля До Одной Восьмой И Здесь Соответственно Х Принежит Уже Двум Наша Точка Переместилась Куда-то Вот Сюда Соответственно Мы Берем Первый Промежуток Левой Полностью От Минус Бесконечности До Минус Одного Включаем Минус Один И Дальше От Точки Два До Вот Этой Концевой Точки Точку Два Не Включаем И Минус Логариф Двух А По Основной Два Тоже Не Включаем Все Задача Полностью Вершна Ответ Перед вами Цель Данного Видео Дать вам Пищу Для Размышления Что Можно Добавить К сказанному Выше Приятно Отметить Разнообразие Тем Которые Встретились В варианте Зно Чем Больше Задач Тем Лучше Можно Проверить Уровень Знаний По Математике У Упасников Однако Вылечивая Количество Заданий Составители Тестов Вынуждены Снижать Сложность Чтобы Ребята Успели Решить За Отведенное Время Предварительная Оценка Того Что Зно Легче ЕГЭ Подтвердилась В ходе Разбора Варианта И В первую Часть Из-за Мало Количества Действительно Сложных Задач Понравился Вам Данный Формат Будем Разбирать Экзамены Других Стран Или Ограничимся Только ЕГЭ Если Будем Напишите В комментариях Своё Мнение И ту Страну Экзамены